Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия Выплаты пособий на детей от 3 до 17 лет Из семей с низкими доходами и целый ряд других Правительство продолжит оказывать всю необходимую помощь тем, кто в ней нуждается Накануне Международного дня защиты детей, 1 июня, первые лица республики, глава Карачаева, Черкесия, Рашид Темрезов, председатель Народного собрания Александр Иванов и премьер-министр республики Мурат Аргунов Направили жителям региона свое поздравление Примите самые искренние поздравления с Международным днем защиты детей Этот праздник всегда наполнен теплотой и любовью к детям, говорится в поздравительном адресе А в России трепетно относятся к традиционным семейным ценностям, в которых благополучие ребенка в общенациональном приоритете Важно, чтобы под государственной защитой была каждая семья, а это не только защита прав и законных интересов детей и их родителей А еще и совершенствование системы образования, охраны здоровья и безопасности в обществе Мы дорожим и гордимся каждым ребенком, верим в их счастливое будущее и сделаем все возможное, чтобы наши дети росли в стране, где нет места жестокости и несправедливости Где человек с самого малого возраста чувствует свою ценность и ощущает заботу о себе Особые слова благодарности выражаем семьям, которые делятся теплом и любовью с детьми, оставшимся без родителей Желаем сил и веры в лучшее родителям детей с особенностями развития, здоровья и бодрости духа многодетным семьям Закончился поздравительный текст первых лиц республики Более 11 тысяч детей республики отдохнут в детских лагерях этим летом, сообщили на совещании по проведению летней кампании по отдыху и оздоровлению детей Которое состоялось в региональном правительстве под руководством министра образования и науки Карачаева-Черкесии Инны Кравченко Так, отдых для детей будет организован в порядка 100 организациях отдыха и оздоровления, в том числе в пришкольных, загородных и, возможно, палаточных лагерях Помимо детей из региона, необходимые условия для летнего отдыха и оздоровления будут организованы и для детишек из ДНР и ЛНР Летняя оздоровительная кампания в республике стартует 1 июня Представитель Карачаева-Черкесии стал суперфиналистом лидеров России Дойти до этого этапа всероссийского конкурса тяжело, но можно И министр цифрового развития республики это доказал Валерий Медовый вышел в суперфинал лидеров России Всего в конкурсе принимали участие 300 человек из 56 регионов Валерий Медовый стал единственным представителем Карачаева-Черкесии в четвертом сезоне конкурса Стоит также отметить, что 29 регионов России и вовсе не были представлены на конкурсе В год столетия Карачаева-Черкесии началось строительство сразу трех физкультурно-оздоровительных комплексов Ваули-Сарайтюз, Учкулани и станицы Зеленчукской Здесь комфортно и эффективно можно будет заниматься силовыми тренировками, вольной борьбой, дюдо, самбо, боксом, волейболом, баскетболом и оздоровительным фитнесом Всем необходимым для этого комплексы будут оснащены Сейчас в Зеленчукском и Усть-Джигутинском муниципальных образованиях ведутся земляные работы А в Карачаевском приступили к бетонным Строящиеся фоки станут отличным стартом для желающих заниматься спортом и развиваться в этом направлении Всего на территории Карачаева-Черкесии в этом году строятся 10 спортивных объектов В северной части Черкесии начался ямочный ремонт дорог Здесь в частности будут обновлены поврежденные участки автотрасс по улицам Демиденко, Гутякулова, Свободы, Крупской, Швершова, Кастахи-Тагурова, Кавказской, Балахонова и Октябрьской В южной части республиканской столицы в этом году ямочный ремонт дорог выполнен по улицам Космонавтов, Парковой, Кочубея, Ленина, Умара-Алии, Водоватора, Фрунзы и переулку Одесскому Наряду с обновлением трасс в Черкесии с начала года также отремонтировано более 120 метров пешеходных ограждений Штормовое предупреждение объявлено в Карачаево-Черкесии из-за сильных осадков, ожидаемых в республике По данным оригинального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 31 мая и 1 июня местами по республике ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градами и шквалистым ветром до 20 метров в секунду На реках возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, а в горах сход сели малого объема По данным синоптиков, из-за сильных осадков, возможны чрезвычайные ситуации и происшествия, связанные с подтоплением низменностей в населенных пунктах Повреждением дамб, нарушением работы дренажно-коллекторных и ливневых систем, а также с гибелью сельхозкультур Северокавказское межоригинальное управление Россельхознадзора сообщает, что с 1 июля текущего года начинается регистрация хозсубъектов в системе прослеживаемости зерна Об этом рассказала старший государственный инспектор управления Светлана Зорина Начиная с 2022 года, продать зерно на территории России, экспортировать или импортировать его будет возможным только после регистрации в системе прослеживаемости зерна и продуктов его переработки Правила создания которой утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 9 октября 2021 года за номером 1722 Новая система создана с целью обеспечения прозрачности рынка зерна, облегчения контроля качества конечной продукции Государственный мониторинг будет контролировать объем и качество зерна от поля до потребителя Это позволяет российскому бизнесу эффективно работать в условиях прозрачности рынка зерна, а государству отслеживать вклад регионов в обеспечение продовольственной безопасности Система будет вводиться в эксплуатацию поэтапно С 1 июля этого года регистрация в системе добровольная, а уже с 1 сентября предоставление данных станет обязательным По факту ДТП с гибелью человека возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя аула Икон Халк Ногайского района Мужчину подозревают в совершении преступления по статье Нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и повлекшее по неосторожности смерть человека Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 12 лет лишения свободы Авария произошла в конце апреля текущего года в поселке Эркин-Шахар Подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения, находясь за рулем Ауди, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомобилем Лада Гранта В результате ДТП водитель Гранты, 43-летний житель аула Икон Халк, скончался на месте происшествия А сам виновник аварии был госпитализирован в больницу с переломом таза Росреестр проводит Всероссийскую неделю правовой помощи детям В частности, будут организованы очные консультации родителей по вопросам действий с недвижимостью в интересах детей Работа горячих линий, а в социальных сетях появятся ответы на популярные вопросы Комментирует информацию пресс-секретарь управления Росреестра по Карачаево-Черкесии Фатима Сулейманова В Карачаево-Черкесской республике очное консультирование состоится 1 июня с 9 часов до 13 часов дня по вопросам имущественных прав и интересов детей, относящихся к компетенции Росреестра Для того, чтобы получить очную консультацию, можно обратиться в административное здание управления Росреестра по Карачаево-Черкесской республике по адресу Город Черкесск, улица Октябрьская, 343 Кроме того, 31 мая, 2 и 3 июня можно обратиться в управление Росреестра по Карачаево-Черкесской республике, позвонив на горячую телефонную линию по номеру 8 878 2 25 05 55 Добавочный 111 30 мая на территории республики прошел самый массовый экзамен по русскому языку, в котором приняли участие более 1800 выпускников Экзамен был организован на 17 пунктах, в том числе два на дому Узнать свои результаты выпускники смогут не раньше 17 июня текущего года Напомним, что экзамен по русскому языку самый массовый, поскольку без него невозможно получить аттестат о среднем общем образовании Кроме того, его результаты необходимы для поступления в ВОЗ на любое направление подготовки На базе Карачаево-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева прошла Всероссийская научно-практическая конференция Ногайская литературная классика в контексте северокавказской художной культуры Посвященная 95-летию со дня рождения народного писателя Карачаева-Черкесии Суюна Капаева Суюн Иммалиевич – классик Ногайской литературы XX века Творчество писателя представляет собой богатый художественный мир, в котором события истории XX века Эволюция сознания его героя-соплеменника осмыслены во взаимосвязи с многовековой историей народа К страны и достижениями многонациональной литературы Он автор более трех десятков книг различных жанров Поэзии – это стихи и поэмы, прозы – это рассказы, повести, романы, художественно-этнографические очерки и эссе В конференции приняли участие ученые-гуманитарии, преподаватели вузов и средних общеобразовательных школ Представляющие научно-исследовательские и образовательные центры различных городов и регионов России Москвы, Татарстана, Башкорстана, Крыма, Астрахани и Республик Северного Кавказа Более ста кустов хризантем высадят на территории единственного детского дома в Карачаево-Черкесии Расположенного в поселке Московском из Джигутинского района В рамках акции «Цветы жизни», посвященной Дню защиты детей Золотистые и алые цветы будут высажены в форме солнца и сердца сотрудниками Республиканского Россельхозцентра В преддверии Международного дня защиты детей в амфитеатре парка культуры и отдыха «Зеленый остров» Черкеска прошло торжественное мероприятие, в котором приняли участие несколько десятков мальчишек и девчонок Сотрудники Центра культурного развития республиканской столицы показали свои номера Кроме того, была подготовлена интерактивная сказка, где дети не просто сидели, а двигались и играли Прошел также конкурс больших шаров и шоу мыльных пузырей Четыре спортсмена Карачаева-Черкесии вошли в состав юношеской сборной команды России по вольной борьбе Благодаря победе на первенстве страны среди юношей до 16 лет, который состоялся в Элисте В пятерку сильнейших попали Али Байрамуков, Эльдар Катаганов, Тамерлан Тагалеков и Денислан Хубиев Ну и последняя информация В Черкесске прошел фестиваль боевых искусств, посвященный столетию Карачаева-Черкесии В турнире по грэплингу, организованном комплексной спортивной школой «Победа» Приняли участие 150 спортсменов из Старопольского края, Ингушетии, Чечни, Краснодарского края, Кабардино-Балкарии и Карачаева-Черкесии По итогам состязаний три командных кубка завоевали спортсмены и клубы Карачаева-Черкесии Радио России, Карачаева-Черкесия, погода По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, гроза В отдельных районах сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом до 20 метров в секунду Ветер восточный 5-10 метров в секунду, температура воздуха от 26 до 31 градуса тепла В горах местами плюс 16-21 и выше 3000 метров лавина опасна В Черкесии кратковременные дожди, гроза, ветер восточный 4-9 метров в секунду, столбик термометра поднимется до 31 градуса выше нуля Таковы наиболее заметные события Республики. Информационный выпуск провела Рита Нирова Вы слушали Радио России, Карачаева-Черкесия. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин